В России растет недовольство среди мигрантов. У Кадырова лопнуло терпение. И он начал предъявлять претензии Путина не только словом, но и делом. Здравствуйте, меня зовут Станислав, с вами Нехта Лайф, и сегодня мы поговорим про Кадырова. То, что Рамзан Кадыров цепной пес Путина, это уже даже не секрет Поли Шинели, это исторический факт. Однако Кадыров последовательно и методично строил пути отступления на всякий случай. Например, летом 2022-го он просил установить ПВО в Чечне. Потом заявил о создании армии для защиты угнетенных народов. Об этом 24-му каналу рассказал российский политолог Аббаз Галямов. Он говорит, что в подобных высказываниях Кадырова можно было услышать неозвученное, но ясное мнение, что независимость Ичкерии это хорошо. Потом он начал обвинять Запад и Украину за то, что они не помогли ему в войне за независимость Ичкерии. Когда мы, думаю, отстаивали интерес независимости, почему, думаю, европейское государство, думаю, в том числе и Украина, думаю, не поддержало нас, думаю. И сегодня друг вы решили, думаю, поддержать, думаю. Либо так болезнь сказалась на нем, либо что-то еще. Но потом он занялся вопросами истории и языка. Например, тут он очень грустит, что дети чеченуш знают только русский язык. Мы делаем большую работу по популяризации чеченского языка. Но бывает, что дети представители моей команды не часто знают чеченский язык. Или вот тут к нему приехал министр образования Сергей Кравцов с переписанной историей про чеченский народ. Я хочу вам зачитать уже исправленную, восстановленную историческую справедливость. Массовое выселение в условиях близости фронта и боевых действий в 1941-1944 годах народов, огульно обвиненных в КО в предательстве УЗК обороны. Насильственному переселению депортации подверглось 12 народов, которые лишились не только родной земли, но и национально-территориальных автономий, имевших большинство из них. В кратчайшие сроки сотни тысяч человек под конвоем высылались в другой конец страны. А помните, Путин иногда резко выходил и заявлял о переговорах, что он готов, с ним можно договориться и так далее. Так вот, на одно из таких заявлений Рамзан взял всю свою волю в кулак и сказал, что никакие переговоры невозможны. Я вас уверяю, пока бандеровцы, нацики и как называют себя исламские боевики, шайтаны, в Украине не может быть никакой нормальной жизни. И Украина должна сама уничтожить их или посадить пожизненно, или мы их уничтожим или посадим пожизненно. А после продолжил, как по мне, троллить российские спецслужбы. Рамзан Кадыров сообщил о создании батальона имени Байсангура Банаевского, еще одного формирования в честь деятеля, который воевал против войск Российской империи. Он был командующим повстанческим отрядом и активно боролся с русскими войсками. Являлся лидером восстания в Чечне в 1860-61 году. Оно было подавлено, а Банаевский был казнен на площади Хасавюрта через повешение. А недавно он заявил, что этот самый батальон уже прошел курсы подготовки. А антироссийский курс Рамзана Ахматовича продолжился, и он заявил, что По его словам, если они попросят нынешняя власть республики простить их и откажутся от экстремистских взглядов, отбывать тюремный срок или подвергаться каким-либо иным санкциям им не придется. А также он пошел против общего нарратива, что, мол, санкции нам нипочем. Когда не приехала любимая лошадь Кадырова, он вышел в свет с просьбой снять санкции, хотя бы с его матери. Не виноваты моя мама, и жена, и дочеря, и премьерники мои, но они тоже никогда не участвовали в полиции салон. На что начальник ГУР Кирилл Буданов посоветовал Рамзану связаться с ним лично. Если человек хочет что-то вырешить, он знает, как и на кого нужно выйти. Если он не знает, ему подскажут, но, поверьте мне, он знает. Возможно, все эти мувы Кадырова связаны с тем, что путь от него публично унизил. А Кадыров не стал спорить. Ясно одно. При, казалось бы, полном раболепии... И мы выполним любой приказ нашего верховного главнокомандующего... Президент верховного главнокомандующего, который смотрит на столь отперед. Я буду ходатайствовать перед верховным главнокомандующим, верховным главнокомандующим... Говном командующим... У него никаких в планах нету, если честно, быть каким-то царем и так далее. Он прекрасно понимает свое место. Но, как я ранее говорил, он любит вот это, внимание любит. Он не может без дня прожить, чтобы про него не писали. Он сделает хоть что-нибудь без ведома Кремля. Какое-то, ну, что-то такое серьезное. Тем более за пределами России. Не будет, конечно. Абсолютно не будет. Максимум, он в Чечне без ведома Кремля будет что-то совершать в Чечне. Потому что ему это доверили. Все, ты хорошо умеешь, делай. Рамзан Кадыров играет в свою игру, подыгрывая Путину. Что ж, а мы посмотрим, чем этот жабагадюкин закончится. Напряженность в отношении главы Чечни и президента России переходят и на более низкие уровни. Например, недавно чеченцы напали на российский блокпост. Что произошло, собственно говоря? И представьте, этот командир батальона. У него такие связи лично с Кадыровым. И, ну, в его понимании, какой-то салага его останавливает. Говорит выйти из машины, проверяет его. Поэтому он же взял у него документы. То есть они высокомерные. Оппозиционное движение АДАТ выяснили, что это Асланбек Салиев и Вахахам Булатов. В данном случае должен разбираться военный суд. А если они спустят на тормоза, то считайте, что Шойку позволил Кадырову избивать своих солдат. Зет-паблики пришли, мягко говоря, в замешательство от таких новостей. И призвали стрелять в кадыровцев. Недавняя стычка, которая произошла, этот Ваха Хамбулатов, он ранее вообще воевал против России. Он был на стороне чеченцев. Потом он перешел на сторону России, а точнее к ямадаевцам. Ямадаевцы с кадыровцами начали войну между собой. Кадыров выиграл эту войну. Трех братьев ямадаевцев положил. И этот Ваха, его командир полка Чечня Ахмат, которому говорил в этом видео, Салиев Асланбек, они были ямадаевцами. Они, когда те проиграли, перешли на сторону Кадырова. В Москве проходит стихийный митинг мусульман против действий силовиков. Об этом пишет телеграм-канал The Moscow Times. Сообщается, что мусульмане выступают против рейдов правоохранительных органов и проверок мечетей. Сотни мусульман идут центром города с криками «Аллах Акбар». Российские полицейские в разных регионах России в августе начали проводить рейды для вручения повесток в военкомат мужчинам, недавно получившим российское гражданство. Из рынка в Челябинске троих мигрантов увезли в военкомат. В Якутске люди вышли на стихийный митинг после того, как местного жителя убил уроженец Таджикистана. Как пишет база, порядка 500 мужчин собрались на центральной площадь города. Возмущение людей вызвало гибель 26-летнего местного жителя от рук 18-летнего таджика с российским гражданством. А в республике Башкортостан митинги стали реакцией людей на приговор активисту Фаилу Алсимову, которого обвинили в якобы разжигании межнациональной розни. И это не новая какая-то мода или единоразовая акция. Ксенофобия — это одна из главных скреп россиянства. Все эти наши раши с Равшаном и Джамшутом. Отношения визовых офицеров к иммигрантам. Или вот недавно Юрий Дудь брал интервью у концепт-артиста из Таджикистана. Это особое отношение, ну, ксенофобское отношение к таджикам. Это больная тема. Смотри, есть такое поверье, что в Совке не было ксенофобии, с чем я абсолютно не согласен. У меня вопрос, а откуда она появилась? Причем в 91-м году. Она была, просто она была... Ну, Советский Союз просовал правильно, поэтому, как бы, мне кажется, что... Ну, блин, было это, все было, понимаешь? Ну, понаехали и так далее, и так далее. А на этом все, давайте подведем итог. Кадыров готовится. Правда, когда что-то происходит, ему резко нужно в Дубай. Но это такое. Правда, внутри тоже не все сладко, так как постоянно происходят конфликты между подчиненными Минобороны и кадыровцами. И это не сулит ничего хорошего. С вами был Аня Ахталаев, меня зовут Станислав. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok